Это рейс-карьевые крыши для сумм и частных. То есть мы хотим доказать, что для любого А из Р, максимум из суммы и частного, больше, чем третий. Давайте рисовать генетическую картину. Давайте рассмотрим декартовое произведение А на А. Это нам уже известный объект. Вот какой-то квадратик с точками. И рассмотрим тоже систему прямых, но очень простых. Эта система, значит, прямых видов и видов равно λx. То есть прямых, которые проходят через начало координатов. И так, чтобы они пересекали хотя бы одну точку этого декартового произведения. Вот такие прямые. Так, давайте сначала сообразим, сколько таких прямых, которые пересекают хотя бы одну точку декартового произведения. Ну, смотрите, прямая y равно λx пересекает точку декартового произведения. Если напрямую лежит точка декартового произведения, правильно? Значит, точка x, y по произведения должны принадлежать вот этому уравнику. Правильно? Ну, то есть получается, что λ, которое равно y на x, оно записывается как отношение двух элементов из множества. И значит, λ лежит в как раз частном, а поделить на. Правильно? Вот и все. Значит, если мы рассматриваем прямые такого вида и λ из вот этого множества, то прямая обязательно пересечет декартового произведения. Понятно, да? Понятно. Так, ну хорошо, вот мы уже поняли, сколько этих прямых. Теперь давайте посмотрим сектора, то есть области между двумя последовательными прямыми. На прямых попали какие-то точки. Внутри точек, между прочим, нет. Правда же, да? Правда? Потому что вот мы выписали все прямые, которые имеют хотя бы одну точку в декартовом произведения. Здесь вот нету точек, если в декартовом произведения. Правильно? Так. А поделить на а у нас уже появилось. Теперь нам нужно, чтобы появилось множество а+. Давайте, знаете, что сделать? Давайте возьмем все вектора с начала, значит, в начале координат и с концом точки на одной прямой сложен со всеми векторами, которые имеют начало координат, значит, с вами началом и конец точки на этой прямой. У нас появятся какие-то новые точки. Давайте их. Крестки. Давайте. Это только внутри сектра. Да. Несложно сообразить, что эти точки будут внутри сектра. Правильно? Соседи еще нельзя. Что-то перевернуть, а только из соседей. Только из соседей. И если я рассмотрю другой сектр, у меня отсложение появится, новые вот эти вот крестки, они будут вот в своем сектре, да, они не пересекаются с крестиками без этого сектра. Правильно? Здесь вот тоже какие-то крестиками. Так. Давайте посчитаем число крестиков. Вот в этом, собственно, и будет доказательство, посчитать число крестиков двумя различными способами. Вот предположим, что на прямой нижней у меня N точек, а на вот этой вот соседней с ней прямой, да, которая образует сектр, N точек. Сколько тогда будет крестиков? Это самый главный тут, так сказать, геометрический момент. Сколько всего будет крестиков? N умножить на N. Правильно, N умножить на N. Потому что, ну, это, так сказать, два вектора базисных, да, вот, какие я так не беру, коэффициенты у этих базисных векторов, получая различные точки. И так, значит, мы будем менять N на N точку. В этом секторе будут свои, тут, так сказать, верно N, тут тоже глупые гидроточки, и тут, и тут, и тут, и тут. Вот. Это с одной стороны. Сейчас мы более аккуратно это посчитаем, но давайте поймем, какая здесь оценка сверху. Сверху здесь вот такая оценка. Смотрите, любая точка, которая напрямую, она имеет две координаты из множества, правильно? Но это же точка из декабрового произведения. Правильно? Если я ее складываю с точкой другой, которая тоже имеет координаты из А, то я получаю точку какого вида? Смотрите. Я складываю точку Х, И, она из А креста, складываю с другой точки, она тоже из А креста. Я получаю Х плюс Х штрих, У плюс 3х штрих. Это точка из А плюса, крест А плюса, правильно? И, значит, количество крестиков не больше, чем А плюса в квадрате. Правильно? Вот появилось множество А плюса. Сейчас мы должны сравнить эти оценки. В чем здесь сложность? Давайте сначала прикинем. Это не очень строго, но прикинем, что даст нам совмещение этих оценок. В чем здесь сложность? Не очень понятно, сколько точек на каждой прямой. Ну вот, например, на самой первой прямой сложности обновить, что вообще всего одна точка. Правильно? Или там на самом деле вот этой вот круговой прямой тоже одна точка. Вот. А вообще точек-то на самом деле очень много, да? Точек в этом декабряном произведении А квадратных, а прямых у нас А поделить на А. И поэтому, так сказать, в среднем, сейчас я буду это четко говорить, но вот пока будет в кавычном. В среднем на каждой прямой... Давайте, так сказать, предположим, что мы находимся в идеальном мире, и вот у нас на каждой прямой вот это число и прочее. Давайте как разобрать им. Вот я взял такие две прямые, и число крестников в секторе между ними будет сколько? А квадрат, А поделить на А квадрат, правильно? Так, и еще я должен все это умножить на число секторов. Ну число секторов, оно будет, давно почти число прямых, правда же, да? Ну, минус один, правильно, да? Вот. Число прямых у нас А поделить на А минус один. Ну, а мы, так сказать, поскольку тут уже что-то предположили непонятно, давайте на это один тоже не прикрываем. И вот, у нас получилось, что число клеток в этом идеальном мире, да, не больше, чем А плюс А в квадрате. Давайте посмотрим, дает ли это что-то. Если в идеальном мире у нас ничего не получилось, то и в нашем тоже получится. Давайте проверим. Я раскрываю скобочки, значит, А в четвертый. Давайте я еще перенесу А поделить на А вправо. А в квадрате. А в квадрате. Так, вот такое у меня получилось неравенство. И теперь, опять введя вот этот наш максимум, я получаю, что А в четвертый не больше, чем максимум в квадрате. Правда? А значит, максимум у нас больше, чем А в степени 4 третих. И вот она, константа 4 третих, появилась. Вот. Все, это не доказательство, это, так сказать, прикинька. Да? Теперь давайте делать из этого доказательство.